здравствуйте друзья мы с артёмом отпахав можно сказать учебный день ну сейчас 4 часа артём из них там пять часов ну с утра просидел на уроках на уроке как вообще на уроке то мне очень понравилось было интересно слушать а понятно было о чем ли все более чем по что за тема вступительную тему на объясняла учительница жанна даже такое киеве и в принципе вот вступительное объяснение ну да это второй урок 1 я ввел вводный во вторник от новая группа началась а сейчас вот как бы она уже перешла именно к тестированию то есть я так общую картинку рисовал а жанна уже так такой более конкретно значит мы отправляемся в магазин за давай быстро проскочу хоть и нехорошо в магазин за адаптером как по-русски адаптер как они как это что называется переходник за переходничком с розетки американской на европейскую правильно хорошо и честно сказать я не очень помню они всюду продаются но обычно когда не спешишь никуда берешь там на интернете досмотришь там не за этом за трешку можно несколько купить но когда надо жить живьем в магазин идти там может быть чуть дороже зато сразу и я знаю магазин фрайс сейчас туда поедем я знаю что там продаются наверняка какие у нас впечатления от первых там полсутки в америке как она вы пешком шли до с утра находился весьма недалеко всего 15 минут ходьбы так и погромче говорите карта не соврала 15 минут ходьбы так от дома до школы в принципе все спокойно по дороге даже с одним парнем успел познакомиться из наших или не просто просто мимо со знакомыми ой просто ну просто прохожим они не 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 русский не русский так на какой почве с ним он просто просил имя откуда я как узнал возраст сразу говорил что ну и спросил где я учусь про время что я вообще не сделаю работаю или учусь и сказал что что я молодец надо цепляться за каждую возможность и никогда не сдаваться так парень был какой мексиканец белый там какой он был иммигрант или местный сам он точно не сказал откуда он но но по возрасту он как он сказал ему около 30 с небольшим лет то есть мужик 30 лет но он как как вот похож на местного или его на воле на место ну хорошо ладно то есть уже глядишь там контакты возникают телефонами не обменивались то есть просто поболтали с кем-то в классе задружился знакомые там были появились без этого никак да теперь с родителями связь держите держу что говорят родители я и фильм повесил с утра они наверно там одни из первых посмотрели одни из первых посмотрели я не знал поэтому первое что утром было это посмотри видео там и почитай комментарии так ну в целом хорошие комментарии всем спасибо за поддержку знаете я помню было время каждую неделю ездил и бывало ты не один раз встречать новичков ну то не зато 10-12 лет назад давно и не было знать вот этих всех удобных там интернет-сервисов в общем говорю ты фотографии у меня пришли чтобы я мог ну не перепутать там в аэропорту а то возьмешь кого-нибудь чужого значит люди там шлют фотографии где-то деньги на в париже у фонтана понимаешь или кого-то дорогом магазине там сумками prada ну то есть вот какие-то такие шикарные женщины вот и потом приходишь в аэропорт и никак найти там не может и когда я уже понял в чем фишка значит я им говорю фото значит надо сделать отдельно но прежде чем фото делать значит три дня ты ничего не ешь непосредственно перед фотографированием значит бегом бежишь пять километров и вот когда вот это только прибежал сразу раз и фото и тогда уже мне шлют чтобы я знал кого в аэропорту встречи ну так шутка такая была конечно не по наружу мы не по-настоящему хорошо а как вообще от местность и вот не удивляет что тут туманно как-то или вот едем тут никого нет как пустынно людей вообще нет на улице не удивляет почему-то не удивляет что же хорошо настроение хорошее это хорошо вы на самом деле часто гораздо свежее выглядите чем вчера то есть вообще на самом деле что так кренились немножко так вы не стали вертикально так как-то немножко заваливались я думаю как бы не упал дороге более суток ну а вот кормят нормальном дороге вот допустим когда летишь из октавы в москву сколько там два часа ну то есть там не сильно накормят за 2 часа хорошо из москвы лос-анджелес это часов 11 на 12 ну в этот раз как не давала какая-то честно скажу ну прям не очень так не впечатлен но можно есть есть можно мама с собой не дала там бутерброды какие-нибудь что же ну а как эти заберут эти нельзя ну да хорошо у вас не было такого что пас где-то там пограничники какие-нибудь обижали или там какие-нибудь госслужащие а сказали вам welcome home вот как мне говорили ведь как меняется традиция раньше вот приезжаешь вот это уже с грин карты а то приезжали люди просто вот только выигравшие только в аэропорту им welcome home мне такого не хорошо но все-таки давайте мы прийти тонкости первые впечатления они уже вторыми вторые впечатления первыми не будут спать вот существенно когда первые есть у вас первое впечатление такое еще не знаете что что мы проскочили то место которое нам нужно да мы правильно ехали я просто может быть немножко испугался что мы едем на их или мы на самом деле все правильно нам сказали двигаться к 37 ряду тут их много-много-много-много-много 37 а вообще обычно там у кассы была коробка и там они прямо в коробке и болтались ну посмотрим так ох ты тут у них декорации новые с воздушными шарами красиво вообще весь магазин такой декорированный пойдем с мужиком поболтаем так и есть сюда артем как куда же вы в кадр идите вот с мужиком будете меня в кадре вот смотрите как красиво вот пожалуйста но это неважно он такой мрачноватый сосредоточенный ладно идем в 37 мы еще непонятно в каком что-то тут друзья адаптеров то это час не хватит разобраться самое главное что вот то как я его себе представляю его тут не вижу а вот может быть они тут не такой идея обратиться за помощью к клубу была неплохой и вот вы видите здесь как раз обратные вот едешь за границу до берешь европейскую тут с американским сзади а нам нужно совсем даже наоборот сейчас найдем вот друзья вот она так прямо написано united states пошли глянем тут камеры еще я обычно сюда посматриваю на камеры что там у нас новенького вот еще один красавец смотрите как не подумаешь что электроникой торгует немноголюдно друзья немноголюдно ну я не знаю время такое сейчас где-то 4 с копеечкой до 20 часов сколько там у нас вот без 25 у меня еще урок сегодня между прочим в онлайне в 6 часов вот у нас тут кассы их много много касс никого нету мы сейчас пройдем длинный путь до хорошее время никого нет вот эти пустые можно сказать стенки раньше были завалены всякой полезной мелочевкой времена меняются нет больше полезной мелочевки но без вилочки мы не уходим так вот девушка красивая так сейчас вы должны показать ой вы должны показать что мы не просто так а то бывает дать так некоторые идут и вообще отчет прихватил так и несет ну что рассказываете чем вы питаетесь вот вы уже сколько раз питались пока что один с утра что у вас было с утра или вы купили забежал перед этим в одну запекаловку так и тип макдоналдска к тебе того и что успел недорогое съел к некая так и первый раз в жизни так он ну и как она вы даже не знаю то что на острове это было там в полдесят так вы из полдесятого до пяти не ели ничего ну а какой вас план на поесть вот что вы себе думали я обнаружил недалеко от школы хороший магазин какой вы имеете ввиду он хороший но такой подороже да из тех что подороже если ближе нормальный виду именно из дешевых то скорее всего там можно просто покушать когда вы заходите в полку функции так немножко левее возьмете там стоят такие ну просто с едой как вот как в столовке вот берете тарелочку там накладываете себя и значит вам вам оплачиваете употребляете прям там же столики есть а вы любите всякие пиццы карты картошечку free гамбургеры такие обязательно а чушь такой худенький не получается потолстеть скажу так а или просто ради не не давали вам съесть это же не древесно просто не получается толстый а вы пытались что пытался а как и какой смысл попробовать получится или нет так не получилась но они новые не спешите это естественным образом может произойти со временем спешите классе сидел весь день еще и не покушал друзья кто в такой ситуации много расскажет правда конечно ну хорошо тогда будем ждать когда вы наберете сил может быть даже поправитесь и чем-то расскажете хорошо едем едем в офис